Мечтали, чтобы выжить и чтоб женские глаза стреляли сердце вместо пулемёта. Никто кроме нас! Прыгать с парашютом, вести действия в тылу врага или ликвидировать террористов? Для воинов-десантников нет задач, с которыми бы они не справились. 29 июля элитные войска показали горожанам свои навыки на празднике Рязань-столица ВДВ. Открыло торжественное мероприятие традиционные эстафеты курсантов военного воздушно-десантного училища. За считанные секунды молодые люди преодолевали 200 метров, перенося при этом раненых, боеприпасы или складывая парашют. Эстафета состояла из восьми этапов, а напряжение не ослабевало до самого финиша. Ведь пальма первенства постоянно переходила от одной команды к другой. Самым сильным оружием является не техника и не оружие. Самая сильная – это русская душа, в том числе и десантная душа, которая способна выполнить всё за свою родину. Примерить и потрогать, ощутив себя по ту сторону баррикад. Военнослужащие привезли на праздник БТРД, БТР-82 и новейшие БМД-4М, а также парашютные системы. Все желающие могли не просто сфотографироваться на фоне боевой техники, но и посидеть за рулём машин. Интерактивная выставка сразу покорила сердца взрослых и детей. На вооружении которой всего-навсего автоматы, пулемёты, за некоторым исключением гранатомёты, самым грозным оружием самоходной установки АСУ-57 и СУ-85. Сегодня воздушно-десантные войска укомплектованы самым современным вооружением. Однако самой зрелищной частью программы стала демонстрация работы личного состава отряда спецназа «Росич». За доли секунды бойцы реагируют на изменения обстановки и готовы к любым неожиданностям. На празднике они показали, как охранять вип-персон и отбивать вооружённое нападение. Выстрел с гранатомёта, противник поражён. Освобождение заложников каждый из нас не раз видел в кино. Однако на практике операция занимает не десятки минут, а проходит мгновенно. Сложенные точные действия отряда спецназа не дают противнику шанса оказать сопротивление. Всё происходит слишком быстро. Эффектно, красиво. Ну и для меня, конечно, наглядно оперативные действия сотрудников. Теперь спокойнее стало жить? Ну, как бы мы всегда были уверены в наших силовых структурах. Ну и когда все это смотришь и понимаешь, что действительно ведётся большая работа, люди занимаются, есть ответственные люди, которые за это ответственны. И, наверное, да, действительно спокойнее где-то в душе. И за наше подрастающее поколение. В прошлом году были. А дети живут в другом городе. Вот приехали к нам в гости. Нет, вообще здорово. Можно посмотреть вообще, что ребята умеют, чему их учат, какие ситуации у них бывают. Ведь просто в жизни такого не посмотришь. В мирное время. Слава Богу. Страшно? Ну, немного, да. Дух захватывает. Мощь и одновременно спокойствие. Глядя на воинов-десантников в действии, понимаешь, что каждый рязанец может чувствовать себя в безопасности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!